Историко-краеведческий музей Хунзахского района давно стал гордостью местных жителей и визитной карточкой республики. Здесь представлено около 7 тысяч экспонатов. Уникальная экспозиция собиралась по крупицам с 1965 года. О столетней истории, размещенной в 14 залах музея, расскажет Луиза Раджабова. Это стало смыслом ее жизни. Вот уже 15 лет Рукияд является хранительницей музея. Причем следит не только за сохранностью экспонатов, но и выступает в роли гида. Она здесь знает все. Этот особняк, дом принадлежал подполковнику царской армии Аликали Чупалову. Это его здание, его потомки. Они пожелали, чтобы здесь находился музей и чтобы дом не пустовал. С одной стороны хранит историю, с другой представляет все самое важное и интересное. Изначально Рукияд следила за шестью залами. Постепенно Хунзахский музей расширялся. Теперь комнат 14. Более 7 тысяч экспонатов. В основном все это дары населения. Вот такой вот уникальный амбарный шкаф. На Аварском Цагор мог помещать в себя две тонны зерна. В нем множество всяких отделений, где можно было хранить еще и мясо и другие продукты. Кстати, построен без единого гвоздя. А само здание, он тоже 1867 года, как я сказал, потому что в то время, когда музей сюда переводили, музей был, этот дом был только частично реставрирован, только половина. После этого мы своими силами реставрировали половину музея. Но сейчас в данный момент требуется капитальный ремонт, потому что уже крыша протекает, штукатурка сипается, пол уже не ловит, так что музей в данный момент сейчас нуждается в капитальном ремонте. Люди, которые приезжают посетить музей, они буквально через 15-20 минут выбегают на улицу, потому что здесь холодно. Оружие, посуда, одежда, украшения. Бытгорцы в музее сумели сохранить и воссоздать до мелочей. В 2013 году музейная коллекция пополнилась новыми экспонатами 10 века. Вазы огромного размера обнаружили во время раскопок на территории строящейся Гацатлинской ГЭС. Здесь у нас находится запасник. Здесь экспонаты, которые похожи друг на друга, мы больше двух-трех не выставили. Из-за этого ждут своего часа, когда полностью реставрированы ту комнату, еще одну комнату хотим открывать, и их тоже будем выставлять. Предметы истории и быта горцев в холодных залах. Музей нуждается в отоплении, которое приспособит выставочные залы к требуемым условиям и огородит экспонаты от сырости. Холод в помещении осложняет посещение музея. Однако туристы со всего мира оставляют восторженные отзывы. Несмотря на все сложности, музей живет благодаря его работникам. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район.